МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости нашего города. В студии Ирина Потехина. Здравствуйте. Вот некоторые темы выпуска. Списать на ЕГЭ можно. Об этом говорят первые результаты анонимного голосования, которые проводят новости нашего города. Охота на нелегалов продолжается. Инспекторы проехали по стройкам и торговым точкам. Вы, граждане какой страны? Все? Понятно, разрешения на работу не получали. И история с продолжением. Кто заплатит 150 тысяч рублей за испорченную машину и помятые ворота? Мнение независимых экспертов. К концу года зарплаты учителей должны сравняться со средними по экономике во всех регионах, а затем повышаться ежегодно. Об этом на совещании по школьному образованию заявил Владимир Путин. По итогам года средняя зарплата учителей сравнялась или превысила среднюю по экономике в 13 субъектах. В 34-х лишь немного уступила средней. В текущем году вопрос по зарплатам учителей во всех регионах должен быть закрыт окончательно. В дальнейшем, после достижения уровня средней по экономике, повышение дохода учителей с года в год должно стать обязательным. Людям важно чувствовать стабильность. Но рост зарплаты должен быть тесно привязан к повышению качества работы, сказал президент. А Министерство труда и социальной защиты предлагает постепенно за 10 лет довести выслугу лет у медицинских, педагогических и творческих работников до общего трудового стажа в стране. И Тартац цитирует заместителя министра труда и соцзащиты Андрея Пудова, который сказал, что в настоящее время за педагогических, медицинских и творческих работников страховые взносы в пенсионную систему дополнительно не перечисляются. Соответственно, никаких дополнительных источников финансирования за эту категорию в пенсионной системе не формируется. Также он сообщил, что предположительно с 2015 года каждому году, который проработал врач или учитель, будет прибавляться по 6 месяцев, если специалисты живут в городе, и по 3 месяца, если на селе. Таким образом, к 2025 году выслуга у этих категорий будет такой же, какая заложена в стратегии для всех остальных граждан – 35 лет. Сейчас для того, чтобы получить пенсию, учителя должны отработать 25 лет, медики – 30. В России подведены итоги первого единого государственного экзамена. Напомню, выпускники школ и абитуриенты вузов сдавали русский язык 27 мая. На максимальный результат 100 баллов написали около 2,5 тысяч человек. Все работы высокобальников из регионов, где результаты могут оказаться завышенными, отправлены на перепроверку. После нее окончательные цифры, скорее всего, несколько изменятся. Единый госэкзамен по русскому языку, как и по математике, необходим для получения аттестата о среднем образовании. Поэтому те, кто написал свою работу на неудовлетворительную отметку, но при этом не завалил математику, смогут попробовать сдать еще раз 18 июня. Если неудовлетворительные оценки будут по обоим обязательным экзаменам, в этом году выпускник аттестат не получит. Добавлю, чтобы заработать троечку по русскому языку, ученикам ЕГЭ надо было набрать хотя бы 36 из 100 баллов. Все ли ноябрьские выпускники справились с этой задачей, станет известно в понедельник. Новости нашего города на своей официальной странице ВКонтакте разместили анонимный опрос. Нам стало интересно, возможно ли списать на ЕГЭ. Надо сказать, что всего за два дня мы получили несколько сотен ответов и были удивлены тому, что почти 34% голосовавших ответили «мне легко удалось». О том, что помогали учителя, рассказали 10% респондентов. Почти 17% заявили, что все очень строго. А вот 8% проголосовавших откровенно признались, что списать им удалось лишь потому, что они за это заплатили. Присоединяйтесь к голосованию, и вы еще раз подчеркну опрос анонимный. «Я делаю город чище». По таким девизам сегодня в ноябрьске развернулась городская добровольная экологическая акция. Под патронажем главы городской администрации на уборку удаленных поселков вышли и работники органов самоуправления, и трудовые отряды, которые в том числе вошли воспитанники молодежных центров «Современник», «Поиск» и «Прометей». Акция посвящена Всемирному дню охраны окружающей среды и одновременно проводит в массы идею президента России, который объявил 2013 год в стране годом охраны окружающей среды. Основной фронт работ участники акции развернули в 15-й мехколонии. Добавлю, что сегодня на уборку города и прилегающих районов вышли сотрудники многих предприятий. К примеру, коллектив издательского дома «Благовест» по традиции очистил от мусора берег одного из карьеров. Нормативы на потребление воды на Ямале снижены. С 1 июня вступили в силу поправки в правила предоставления коммунальных услуг. Таким образом, исправлены существующие недочеты в документе. В том числе, упрощена методика расчетов на общедомовое потребление холодной и горячей воды. Отменены общедомовые расходы на водоотведение, упрощена формула расчета норматива по воде и предусмотрено его снижение. Прежде всего, изменения ведут к тому, что сократятся расходы людей на общедомовые нужды. Так, норматив потребления воды для домов в Ноябрьске теперь составляет 0,06 кубометра. А вот для общежитий с центральным холодным и горячим водоснабжением установлен норматив потребления воды в размере 0,2. Собственников домов, оборудованных общедомовыми приборами учета, необходимо знать, что распределяемый между жильцами дома объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, не может превышать установленного для данного типа дома норматива. Кстати, эксперты посчитали, сколько люди бесцельно тратят воды в сутки. И вот что получилось. В день один человек использует для мытья рук 8 литров. На чистку зубов 6-8 литров, не закрывая кран. На споласкивание унитаза уходит 15 литров воды, а на прием душа 15-20 литров в минуту. На стирку мы тратим до 150 литров за один раз. А вот когда моем овощи и фрукты под проточной водой из водопроводного крана, ежеминутно вытекает 15 литров. Из капающего крана утекает 24 литра в сутки, а протекающий унитаз – это почти 72 тысячи напрасно потраченных литров. Так что делайте выводы. Поэтому эксперты рекомендуют при чистке зубов использовать стакан, а не делать этого под строей воды. Так потратится всего 200 мл. А когда вы решите помыть овощи, набрать воду в миску. Краны и унитазы надо вовремя ремонтировать, а устанавливать в квартирах оказывается лучше рычаговые смесители, они быстрее смешивают воду, чем смесители с двумя кранами. А значит, при подборе оптимальной температуры воды впустую уходит меньше. А миграционная служба продолжает борьбу с нелегалами. В первую очередь в поле зрения инспекторов попадают иностранные рабочие, которые трудятся на городских стройках и в торговых точках. Ксения Епишева продолжит. В этом торговом павильоне, по данным сотрудников полиции, миграционной службы трудится гражданин Азербайджана, разрешения на работу у которого нет. Едва молодой человек увидел сотрудников правоохранительных органов, поспешил закрыться в киоске. Про штурм на торговую точку, конечно, никто не собирался. Полицейские просто вызвали хозяйку магазинчика, а только тогда нелегал сдал оборону. А вот здесь на появление людей в форме и телекамеры отреагировали абсолютно спокойно, видимо, не впервой. Троих граждан Таджикистана задержали на строительной площадке. Что они здесь делают и кто их допустил до работы, теперь выяснят сотрудники миграционной службы. Для хозяина объекта сюрпризом оказался не только визит правоохранительных органов. Без телекамер мужчина признался, что сам на работу никого не нанимал. Заключил контракт со строительной фирмой, которая выполняет работы. Кто на самом деле является работодателем нелегалов, разберутся полицейские. К слову, за нарушение мигрантов грозит наказание в виде штрафа от 2 до 5 тысяч рублей. И, возможно, вытворение за пределы страны без права появляться в России в течение 5 лет. А вот работодателям нелегалов, скорее всего, придется расстаться с куда более серьезной суммой. Сейчас они будут доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства. Будем выяснять, кто их допустил. Соответственно, за одного человека, за каждого человека будет конкретно наложен штраф, лицо, допустившему до трудовой деятельности. Если это физическое лицо, то от 2 до 5 тысяч. Если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, от 250 тысяч до 800 тысяч за каждого человека. Ксения Епишева, Виталий Харченко. Новости нашего города. Председатель комитета законодательного собрания округа Марат Абдрахманов на днях заявил, что Ямал по привлекательности для мигрантов находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга. Только за последние 4 года их число увеличилось почти в 2 раза и составляет более 90 тысяч человек. Растет и количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Кроме того, практически во всех муниципальных образованиях автономного округа на фоне миграционных процессов отмечается рост межнациональной напряженности. Захсобрание автономного округа вышло с законодательными инициативами, направленными на принятие более жестких падок, но адекватных мер по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, предлагается организовать проверку разрешающих документов на въезд еще при покупке билетов, так как сегодня разрешение и визу дают только при наличии купленных билетов. Сегодня получила продолжение история, которая сложилась на одной из городских станций технического обслуживания. Клиент, забирая машину, протаранил ворота СТО. По его словам, у машины не сработали тормоза. По мнению сотрудников станции, тормоза ни при чем. Просто человек не справился с управлением. В итоге событие, которое длилось всего 6 секунд, теперь будет разбираться не одну неделю. Но прежде чем суд вынесет свое решение, мы показали видеоэкспертам. И вот какое мнение сложилось у независимых специалистов. Я считаю, что это не дорожно-транспортное происшествие, так как оно случилось. Признаки есть дорожно-транспортного происшествия, то есть машина, движение, причинен материальный вред как сервису, так и владельцу автомобиля. Но это все произошло на территории станции технического обслуживания. Я считаю, что тут должен быть применен именно закон о защите правопотребителя. Первый раз он тронулся, нажал на тормоз, чтобы рычаг передвинуть, коробки передач. Машина поехала, он на достаточное количество отъехал назад. И получается, второй раз нажал на тормоз, чтобы остановиться, но она уже не остановилась. То есть жидкость нужно удалить было, если, например, она ушла куда-то. То есть надо проверить уровень жидкости тормозной, прокачать, убедиться в исправности. Проверили работоспособность, отдали клиенту. А так они, получается, не завершили работу свою, недлежащим образом исполнили. Вот имеем то, что имеем. Ноябрьск от праздную Сабанту и национальный татаро-башкирский праздник начнется в воскресенье в 13 часов. Основные мероприятия пройдут на территории детского парка. Здесь организуют площадки для проведения различных конкурсов. На сцене для горожан выступят творческие коллективы города, а также гости из Муравленка и Губкинского. Кроме того, на улице Ленина откроется выездная торговля. Сама улица от перекрестка 40 лет Победы до Советской будет перекрыта с 9 утра до 7 вечера. Добавлю, во время Сабантуя в городе запрещена розничная продажа алкоголя с 10 утра до 11 часов вечера. Запрет не коснется кафе, ресторанов и других точек общепита. И это была завершающая информация выпуска. Через несколько секунд прогноз погоды. А я желаю вам всего доброго и удачных выходных. До свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. АЗС «Газпромнефть» Температура плюс 13 градусов.